коллеги всех приветствую меня зовут катерина одарченко давно мы с вами не встречались эти карантины сейчас праздники поздравляю всех также с праздниками и я сегодня хочу поговорить с вами на тему которая актуальна для всех это собственно как соединенные штаты оценивают людей которые приезжают в соединенные штаты по бизнесу почему с некоторыми политиками в соединенных штатах встречаются с некоторыми нет и почему иногда сложно подписать даже лоббистские контракты несмотря на то что вы платите достаточно большие деньги но не все лоббистские компании берутся за эти контракты я думаю что данная тема крайне актуальна особенно ввиду последних скандалов по поводу встречи джулиане с первыми лицами в украине и если вам кажется что вы просто бизнесмены и вас как бы эти политические моменты не касаются то я сейчас немножко развенчаю эти мифы и покажу почему собственно вот эти скандалы и токсичность образа украины токсичность я сейчас использую именно в аспекте того что любой контрагент и любой лоббист не хочет быть частью скандала отображается на всех и собственно как по алгоритму с этим бороться и как понимать что о вас думают американцы как банки так и ваши партнеры лоббисты и как они это все оценивают смотрите давайте начнем с первого то есть когда нужно на себя посмотреть со стороны с точки зрения американцы ну казалось бы первое это просто ситуация когда вы не можете получить визу вот у моих коллег часто была такая ситуация о том что человек вроде как и состоятельные и имеет достаточно крупный бизнес и действительно не намеревается иммигрировать ну у него ну как бы не дают ему визу один раз не дают второй раз не дают и в данном случае как бы как и в случае допустим когда человек едет соединенные штаты ему отказывают в встречах это значит человек не прошел базовый red flags чек что такое red flags чек то есть это базовая проверка человека базовая проверка личности со стороны публичных реестров то есть если в публичных источниках информации написано что ваш бизнес имеет проблемы с налоговой или написаны какие-то черные статьи о том что вы кому-то угрожали или причем правда это или неправда ну это не столь важно то есть подробнее чуть позже расскажу где можно доказать допустим неправдивость информации да но это чуть позже либо же вы публичное лицо особенно публичное лицо которое связано с ну там радикальными движениями или пророссийскими движениями снова же связаны вы или не связаны но это так категоризируется допустим по публичным реестром также если у вас есть некие незакрытые суды как вы да это тоже часто бывает странах где присутствует политические ну политические дела да политические заказы то есть вы просто не проходите red flags check я сейчас не говорю как бы этих ситуациях когда там у людей из карточки интерпола да то есть я говорю сейчас вполне банальных ситуациях в которых вы должны задуматься почему вам там не дают визу либо с вами не хотят встречаться и соответственно вам необходимо понимать что такое red flags и понимать ну как бы те риски которые вас могут здесь ждать следующий вариант ну как бы кто может сделать для вас скажем так эту проверку на западе есть компании которые специализируются собственно на интеллигенс на подобных видах исследований и это целая индустрия то есть как допустим есть ну вы знаете большая четверка которая занимается аудитом и делом в бизнес процессах да когда вы допустим идете сделку поглощения да или что такое то безусловно международные партнеры всегда доверяют собственно отчетом или большой четверки или компании поменьше компании поменьше но даже авторитет в данном случае тоже интеллигенс сервисы делают подобную проверку разного уровня то есть red flags это самая базовая и их услугами массово пользуются то есть их услугами пользуются допустим компанией которые собираются инвестировать их услугами пользуются работодатели их услугами пользуются политики когда хотят допустим получить информацию о определенном человеке и так далее так далее у нас эти сервисы в целом не развитый, поэтому я встретила, что люди с постсоветских стран вообще не понимают, что это такое, как оно делается, зачем это нужно и почему перед просто банальной встречей тебя всегда проверяют. Кстати, государственные органы США проверяют по подобной методике, но только они это делают не через частные компании, а собственными силами. Ну вот, если вы присутствовали хоть раз на, допустим, инаугурации, ну и вас туда-таки пригласили, значит, вы эту проверку прошли. Окей, Red Flag Check, понятно, да, то есть это базовая проверка, которая существует, и если у вас были проблемы с организацией какой-то встреч, вот люди просто не хотели на них идти или у кого-то, кого вы знаете, либо же были проблемы с получением БИС, либо же были базовые проблемы даже вот в отношении банка, да, в отношении с банком, они прошли просто Red Flag Check. И еще раз делаю акцент, что сейчас это особо актуально. Есть другие виды исследований, более глубокие, ну, соответственно, более дорогие, которые уже идут от определенной цели, от определенной purpose. Ну, допустим, международная компания хочет нанять, ну, какого-то менеджера, который, допустим, работал в Грузии, допустим. И, очевидно, для того, чтобы, ну, не просто просмотреть его резюме, которое написано самостоятельно и, очевидно, ну, написано как бы только с положительной стороны, также у Intelligent Service заказывается анализ, ну, как бы, деятельности этого человека, в том числе анализ деятельности этого человека, ну, на определенных предыдущих должностях. Вот. Где-то похоже с юридическими процедурами, да, где, ну, снова же поднимаются все документы. Тут проходит не так глубоко, но, тем не менее, как вы понимаете, аналитики, которые являются носителями языка, достаточно легко могут найти информацию о том или ином человеке. Чуть позже я также расскажу, как эти, ну, там, отчеты на практике выглядят по структуре. Вот. Поэтому, собственно, вот в таком случае тоже делается чек по, ну, как бы, по человеку, по, ну, которого хотят нанимать. То есть, вот, или, кстати, вы можете делать тоже такую же проверку, и наверняка, если в вашей компании сильная СБ, тоже ее делать. Кстати, еще одно важное заблуждение, которое присутствует среди, ну, скажем так, людей постсоветского пространства, что вот эти intelligence-сервисы, это то же самое, что попросить пробить по базам. То есть, отчасти, да, они также используют определенные базы, в том числе открытые реестры, но это не то же самое, то есть, ну, от слова совсем. Вот. Поэтому здесь снова же, вот, с примером сотрудников, ну, все достаточно очевидно. В то же время, если, допустим, инвестор, более крупный, как бы, аспект, да, то есть, когда инвестор хочет заходить в страну и сотрудничать с определенной компанией и с определенным человеком, то также, то также присутствует, конечно, работа вот intelligence-сервисов, которые, ну, которые, вот, непосредственно скажут, можно ли с этими людьми вести дела или нет. И, безусловно, если, снова же возвращаясь к Red Flag, то есть, если, ну, допустим, какая-то публичная особа, да, как бы, ну, человек, который был на должности, есть в бенефициарах, ну, вы, наверное, это знаете, все, кто сотрудничали, допустим, с мировым банком, да, то сразу, снова же идет отказ. Вот в, как бы, отношениях между компаниями происходит тоже исследование всегда по такой же методологии, да, единственное, чуть глубже, если инвестора заходят в страну, вот, поэтому, снова же, нужно об этом помнить, и нужно помнить, что мало хорошо прописанного бизнес-плана, если вы не проходите по вот этим вот, как бы, критериям, то контракта не будет. Следующая ситуация заключается в том, конечно же, если вы политик и непосредственно предлагаете определенные отношения, определенные отношения к другим политикам, фондам, общественным организациям, конечно же, по вас делают бэкграунд-чек, ну, очевидно, особенно то, что вы публичное лицо, и даже я вам скажу больше, что подобный бэкграунд-чек делают и тогда, когда вы подписываете договор, собираетесь подписать договор с авторитетной, эффективной лоббистской компанией, то есть, авторитетная большая лоббистская компания без базового бэкграунд-чека не подпишет с вами лоббистский договор, то есть, они могут вам просто отказать, вот, поэтому тоже обратите, обратите внимание. Есть еще ряд смежных отчетов, которые также касаются политической или бизнес-деятельности, но я думаю, что суть вы уловили, и особенно эта процедура должна быть знакома тем, кто занимается инвестициями и юристам, потому что, ну, у них есть подобные процедуры, и им вот эти все там комплайнс, это, ну, как бы понятно. Людям, политикам и просто бизнесменам эти отчеты в целом непонятны, тем более они не дешевые, и поэтому, ну, вот, людям, в принципе, непонятно, зачем платить такие деньги. И подходим к следующему моменту, зачем платить такие деньги. Ну, первое, для того, чтобы, если вы видите проблему, вам нужно с ней, как бы, как-то бороться, но если вы ее, допустим, ну, как вы понимаете, ну, условно, там, против вас было возбуждено уголовное дело, потому что были политические преследования, ну, то есть, вы же не можете об этом не знать, вы об этом знаете, это Red Flag, ну, то есть, тогда вы свою проблему понимаете. Некоторые люди, ну, вот, по моему опыту, они искренне не понимают, в чем у них проблема, поэтому им нужно заказать такое исследование, чтобы посмотреть на себя глазами американцев или глазами европейцев, снова же, ну, здесь, как бы, в Европе процедуры не особо отличаются от американских. Это первое. Второе. Если вы, ну, допустим, хотите работать с определенной компанией, или если вы, ну, богатый человек, который хочет сотрудничать с американским банком, допустим, то, ну, мы же тоже откровенно понимаем, что банк тоже хочет с вами сотрудничать, потому что вы принесете ему деньги. Я обобщаю здесь, ну, для того, чтобы понять эти процедуры, я думаю, эти обобщения уместны. И поэтому вам в таком случае необходимо сделать реально дорогой, но эффективный отчет, который называется self-due diligence. Что такое self-due deal? Это, в принципе, один из самых глубоких отчетов, о которых я говорила, но он несет в себе еще определенное объяснение, то есть интервью самого клиента, описание позиций и так далее. Этот документ вы можете уже использовать для общения с контрагентами. То есть, допустим, вы понимаете, что банк вам, скорее всего, откажет. Вы несете этот self-due deal и говорите, смотрите, почитайте, пожалуйста, аргументы и так далее, и так далее. Что там, ну, теперь кратко расскажу по структуре. Self-due deal обычно начинается с того, что, ну, анализируется в том числе пресса. Анализируются положительные публикации, негативные публикации, ну, обычно на тех языках, откуда человек. То есть, в Италии на итальянском, в Украине на украинском, русском, если человек имеет бизнес, также в Польше на польском. Ну, смысл вы понят. После чего непосредственно раскладывается по кластерам каждая ситуация. Ну, допустим, ваш бизнес в сфере, не знаю, завода полупроводников. Ваш бизнес в сфере, не знаю, здоровья, в вашей фитнес-клубе. Ваш бизнес, допустим, по финансовая компания, допустим, у вас была. И, как бы, каждая такая ситуация описывается. Плюс, ну, допустим, у вас был конфликт. Ну, давайте возьмем там вот типичная ситуация, рейдерство, да, то есть, пытались у вас, простыми словами, отжать бизнес. Соответственно, ну, как бы там аналитики четко описывают, что, смотрите, в этой стране, допустим, в Африканской стране или в Грузии или в Украине существует, ну, как бы, продажная пиар-статья, что не соответствует стандарту, там, европейскому и американскому. Соответственно, ну, можно предположить, что эти материалы, они ничем не подкреплены, потому что нет судебных дел, и они размещены просто за деньги. Плюс указывается, что, условно, как бы, веб-сайты определенных названий, ну, этим только и зарабатывают. Либо же, ну, допустим, указывается, что журналист Вася, который всегда писал про культуру и туфли, почему-то сейчас начал писать про корпоративные конфликты. Или, возможно, что, как бы, Иван Иванок – это просто, ну, как бы, фейк, который, ну, не является настоящим журналистом. Или, что на сайте даже нет контакта в редакции. Или, что вы выиграли суд по защите своего достоинства, и, в принципе, это все неправда. То же самое описывается по каждой ситуации. Допустим, что, ну, в период, там, правления такого-то человека для того, чтобы завладеть бизнес-активами, были начаты, там, серия уголовных дел, и это, ну, как бы, политическое давление. И так далее, и так далее. То есть идет подробное объяснение, и, соответственно, за счет этого объяснения вы тоже можете показать своему контрагенту, почему с вами можно работать. И, согласитесь, такие ситуации, ну, касаются практически каждого, ну, выше среднего бизнеса или выше среднего уровня политических процессов, да, потому что, ну, к сожалению, всегда существует несправедливая конференция. И этим Self-Dudeal полезен. В принципе, большие компании, а теперь о методологии. Методологии у всех компаний одинаковые. Что эта компания будет делать, как бы, в Украине такое исследование по методологии? Что это самый крутой, там, в мире раскрученный бренд? Так, корпорация Кролл. Ну, они называют себя, что мы Эрнстон Янг в сфере, собственно, интеллигенса. Почему тогда разница в цене таких отчетов может быть, там, до 15 раз? Ну, здесь уже все зависит от бренда. То есть, конечно, если мы берем Кролл, ну, во-первых, им снова же нужно поставить четкое ТЗ. Ну, в этом есть и плюс сотрудничества, допустим, чтобы кто-то был, ну, понимающий, там, одну ментальность, понимающий все ситуации и непосредственно иностранцы. Иначе продукт может, ну, вас сильно разочаровать. Ну, как бы, или просто быть вам перепродан в 10 раз дороже, на самом деле. Как, кстати, было с некоторыми государственными дендерами на подобные услуги. Но, тем не менее, Кролл четко говорит о том, что мы самые крутые в мире, у нас, как бы, маркетинг. И мы потом, после того, как сделали, допустим, для вас селт-дюдил, можем, ну, за дополнительную плату, конечно, пойти также в банк и, ну, как бы, всю вот эту позицию доносить вместо вас и вместо вашей юридической команды. Ну, собственно, то есть они берут брендом. Да, продукт хороший, но очень дорогой. Есть компании, там, топ-20 интеллигентс компаний, снова же, вот мы с ними работаем, у которых продукт аналогичный, но они, ну, как бы, недостаточно раскручены. Некоторые компании, допустим, более углубляются в аналитику, которая касается аргументации и в интервью клиентов. Некоторые компании, допустим, впалятся тем, что у них ну, как бы, очень много носителей и исследователей в каждой стране, и поэтому они, ну, как бы, вот охватывают просто все. То есть у каждого есть свои плюсы и минусы, но всегда можно найти, ну, как бы, вариант под ваш кошелек или сделать это, ну, непосредственно здесь, за более скромный день. И потом, что эти отчеты не будут принимать контрагенты, ну, не совсем правдив, потому что методология везде одна. Если контрагент, ну, захочет вас проверить, он, по сути, ну, как бы, и у вас какая-то очень большая сделка, он, по сути, ну, как бы, это сделает в том числе и самостоятельно, да, то есть закажет такой репорт. Ну, конечно, если, ну, с вами просто не хотят встречаться или не дают вам визу, то, конечно, это нужно делать самостоятельно. Вот, и, ну, снова же здесь в любом случае понимать, как вас видят, это полезно для того, чтобы, ну, немножко вот взглянуть на ситуацию их глазами, потому что, ну, наши визии, они, ну, все-таки, ну, все-таки разные, все-таки разные. Вот, поэтому я надеюсь, что в данном формате видеоблога я ответила для вас на вопросы по поводу того, что такое red flags чеки, что такое self due diligence, зачем нужны эти исследования в политической и политических отношениях, в B2B отношениях и почему, в принципе, на Западе нормально, ну, как бы, просить с вас такие отчеты или, ну, отказывать вам, даже если у вас есть влияние деньги в коммуникации, если вы не проходите по этим критериям. Казалось бы, базовые вещи, но они крайне важны, я надеюсь, что они помогут вам в вашей работе, ну, а если хотите, то обращайтесь в компанию Z-Group и поможем с этими всеми сложными вещами вам мы. Спасибо и всем удачных выходных, я также пойду играть в Вольф. Сегодня хорошее времяпровождение на выходные, а, собственно, снова же вот одна из культур, которая здесь не совсем понятна, но на Западе, ну, как бы, является даже частью бизнес-культуры и в целом такой деловой коммуникации. Всем спасибо, еще раз напоминаю, меня зовут Катерина Адарченко и до встречи.